Хотя, посмотрите, честно говоря, контент, он перетекает из паблика в паблик, из сообщества в сообщество, все мы отлично понимаем, все мы видели одну из шуток, там, на 20 разных источников, и уже невозможно найти, с чего все началось, тем не менее, желательно сюда немножко видоизменять контент, видоизменять сами посты. У нас даже такое было, что мы как бы оценивали рейтинг уникальности, наши посты, которые мы взяли с другой группы переделали, они были более высокими по рейтингу, более уникальными, чем оригинальные. Вот. Я еще так же одно время этот человек наполнял мою, собственно, группу свадебных фотограф, наполнял тоже контентом, который потенциально интересен для невест, то есть и тематический юмор, и какие-то рексоветы, рекомендации, какие-то там фотографии, там, тоже мировых знаменитостей, какие-то тортики красивые, там, свадебная стилистика и так далее, то, что нравится нашей целевой аудитории. В общем-то, было неплохо, особенно, когда я этим не занималась, использовала этот сервис. Цена вопроса, да, ну, тут написаны, собственно, главные фишки, действительно, он очень быстро находит контент и, в общем-то, может публиковать в несколько социальных сетей, правда, мы это использовали только для вконтакте. Цена вопроса, видите, каждый месяц можно 400 рублей заносить, это очень демократично и очень удобно, то есть, если вы серьезно продвигаетесь, именно если у вас есть какой-то, ну, опять же, если у вас есть какая-то, хотя, минимальное объединение, какой-то корпоративный ресурс, знаете, ввести несколько ресурсов, например, в фейсбуке, во вконтакте, в инстаграм, это очень хлопотно, вот, даже если этим занимаются специально обученные люди. Ну, еще тоже, я не буду рассказывать про пинтерест, думаю, если вы понимаете, что пинтерест, это очень классный источник какого-то интересного визуального контента, но вот есть тоже очень хороший ресурс, ну, для организации вашей, скажем так, интеллектуальной деятельности. Он, кстати, для самообразования помогает, то есть, там можно организовывать нужные вам ссылки, нужные вам картинки, то есть, на будущее, на потом, на реализацию, то есть, именно для себя группировать. Даже, говорят, можно работать коллективно, то есть, для какого-то масштурма, ну, я не пробовала, я индивидуалист, люблю работать сама. Ну, и, конечно, самый такой, тоже важный раздел, это аналитика и разведка. Здесь я готова порекомендовать два ресурса. Ну, зачем, собственно, нужна аналитика? Ну, тут тоже как раз аналитику больше любит мужская половина населения, важно знать свои показатели, важно знать, что самое популярное, что самое востребованное. Ну, вот, кстати, аналитика показывает, что обычно аудитория социальных сетей, ну, по крайней мере, ВКонтакте, больше всего любит какой-то милый, безобидный юмор. Как правило, он лидирует по количеству лайков и репостов. Ну, кстати, гораздо интереснее, наверное, вот в этом ресурсе посмотреть, что пользуется наибольшим спросом в Инстаграм. Не только у себя, но и у конкурентов, что интересно. Вот, например, видите, вы, блин, у него столько подписчиков, столько лайков, в чем же его секрет, этого человека? Вот, пожалуйста, забивайте его аккаунт и смотрите, какие фотографии у него набрали наибольшее количество лайков, наибольшее количество репостов. На основании этого делайте выводы, что интересно людям. Вот, таким людям, которые могут быть вашими клиентами. Иногда, конечно, удивительные вещи, что-то я, по-моему, я один, да, куда-то у меня упрыгнул один слайд, который презентовал PopSteps, в общем-то, его заглавную страничку. Ну, можете зайти на слайд и посмотреть. Тоже очень хороший сервис, он, кстати, тоже еще помогает найти такую вещь, очень интересно. Это коварная штука, но бизнес вообще вещь коварная. Например, очень часто невесты, например, заходя в группу фотографа, оставляют комментарии у него там на фотографиях. А сколько стоит съемка, а свободны ли вы в такую тадату, наверное, все видели, да? Вот, в принципе, с помощью таких ресурсов, как предыдущие, там можно отслеживать у конкурентов, когда появляются, ну, эти активные комментарии, и можно быстро на них как-то реагировать. Я знаю одного уважаемого коллегу из Екатеринбурга. Он очень много снимает свадьб, снимает недорого, но очень много. То есть вот в этом году был не урожайный год, он снял 47 свадеб, а в предыдущие годы были урожайные, он снимал по 70-80 свадеб. Крепкое здоровье у молодого человека, завидное. Ну, вот он постоянно вот с помощью этих сервисов отслеживает, там, отслеживает где-то несколько десятков конкурентов, отслеживает лайки, репосты, лайки, комментарии к их записям. И постоянно просто в личку пишет невестам, рассказывает, вот, какой он классный, и как он замечательно снимет их свадьбу. И, судя по статистике, это имеет свои положительные результаты. Ну, конечно, это сусловно. Ну, вообще, можно даже начинать бесплатно, что тоже хорошо. Ну, и в целом, месячная подписка вот такая базовая, она совсем-совсем недорогая. Что еще прочего интересного можно узнать о себе и об окружающей реальности? Вот, есть хороший ресурс ВК-спойлер, он скорее помогает, ну, знаете, избавиться от того, что тебя в социальных сетях может дико бесить, что тебя может раздражать. Например, можно избавиться от упоминания о некоторых событиях, о каких-то... Ну, вообще, вообще, спойлер-сподразумевалось, что если вы не хотите узнать, чем закончился сериал, или кто убийца в фильме, то вы просто убираете упоминания об этом фильме с вашей новостной лентой. Также можно, например, почистить вашу новостную ленту от политических дебатов, просто занеся, так сказать, приложение ВКонтакте, это как раз не сторонний сервис. Можно, например, убрать сообщение, принимая заказы на свадебные фотосъемки, и полностью ваша лента очистится от контента ваших коллег. Ну, вот, вообще, слово свадебный, свадьба убрать, а то знаете, как нервничаешь. Даешь утром, тут столько всяких фотографий красивых наделали, запостили, пока ты спишь, все работают, да, уже как-то страшно жить становится. Можно это замечательно все почистить, именно не как бы не единично, а просто убрать все, что связано со словом «свадебный», это слово «свадебное видео». И будет вам казаться, что вы единственный хороший специалист в вашем городе, это очень сильно поднимет вашу самую цену. Есть еще такой интересный ресурс, но он как бы не имеет прямого отношения к продажам, но тоже иногда очень полезного, многое можно о себе узнать. Например, это тоже сервис ВКонтакте, его нужно найти по поиску. То есть нет, на него такой прям, про мои ссылки, точнее она есть, но она выглядит очень кастербато. Это черный список и те, кто вас скрыли. То есть я вот, например, ну такой список ненависти, можно сказать. Я вот протестировала себя, казалось, что меня в черный список добавили 26 человек. Как-то мало, мне кажется. А кто? А вот список вот идет. Ну, конечно, так кто, фотографы и операторы? Я не знаю, они же мне добавили, теперь не могу на их страничку. Я вообще не знаю, кто эти люди, за что они меня так ненавидят, тем забавнее, честно говоря. Ну, 26, то есть вы можете, еще так красиво сформулировано, как минимум 26 людям вы небезразличны. То есть я очень сильно небезразлична 26 людям, я не знаю, кто они, я на всякий случай их тоже так забавила, ну, для каких-то соображений, ну, а еще, ну, а еще, ну, только не передумай, так поздно уже, все, они спалились. Вот, то есть вы тоже можете проверить, кто вас ненавидит или боится. Не, ну, одна точно знает фотограф, я ее лично не знаю. Может, он, вы, по своим сетям везде, по всеми сетям, или только в контакте. То есть это приложение, это именно приложение ВКонтакте, то есть это не сторонний сервис. У него много таких интересных фишек, у него даже, например, есть, собственно, собственная голосовалка для форумов, например, вот, то есть для конкурсов, которая определяет очень четко, без всяких накруток, то есть если вас там обвиняют в том, что вы нехороший человек, и подстраиваете результаты розыгрыша, можете использовать это. Вот, он определяет по репостам, вот, кто проголосовал, ну, я ее что-то в список не включила. Светлана, а можно вклиниться, я извиняюсь. Да. Ну, вот, как бы, для меня эта вся тема новая, ну, вот, я спрашивал про теги, да, бумарят, извините, эти теги, но их все равно там надо ставить. Вот я недавно такой профиль в Инстаграм завел, я понимаю, что это целая отдельная, вообще вселенная, да, отдельная, абсолютно. Реально, я сам занимаюсь, пытаюсь сам заниматься розыгрышкой, пока толку ноль. У меня есть везде профили, я пишу теги, все это, да, задница, у меня нет одной съемки, я с этого не получил. Вы видеограф или фотограф? Ну, и видео вот так снимаю тоже, ну, как бы, больше фотографов. Вот, как вы говорите, все забито свадебными фотографами, грубо говоря. В Инстаграме, как вообще? Вот, человек, у которого нет всей этой мощной инструментарии этого, хотя бы чуть-чуть заметится. Хотя бы, чтобы мне просто начали замечать, писать что-то хотя бы, понимаете? То есть, вот, как бы, вот реально ли это сделать, ну, вот, посты, как это вообще, как работает изнутри эта машина вообще, как там быть замечено? Машина работает очень просто, на самом деле. Значит, смотрите, у нас, большинство из нас есть определенный такой подсознательный инстинкт, мы доверяем знакомым. Часто за это, конечно, но так срабатываем. То есть, на этом, собственно, основаны и рекомендации, и, в общем, ну, часто бывает, что просто мы что-то покупаем, и вообще куда-то ввязываемся только потому, что это кто-то знакомый это делает. На самом деле, социальные сети создают, ну, такое, я бы не сказала, даже иллюзию знакомства. То есть, на самом деле, сколько у нас реально знакомых по жизни, если посчитать физически? Сколько? Ну, фотографов очень много. У обычного человека, который работает в офисе, там, три года не менял работу, у него там коммуницируют сотни людей, наверное, за год, не больше. Мы коммуницируем благодаря тому, что мы принимаем заказы на фотосессии, потому что у нас есть много коллег, вот такие замечательные форумы, мы коммуницируем, наверное, человеком 500-600. В общем, это прилично, но социальные сети помогают увеличить вот эту вот степень нашего знакомства с людьми в разум. То есть, у нас может быть 5-6 тысяч друзей на каждом ресурсе, и наша задача создать ощущение у каждого, у этих людей, что они с вами знакомы, и что вы классные. И классные специалисты, конечно, и целевых желательно. То есть, если вы будете добавлять только свадебных фотографов, у вас, конечно, вся лента будут свадебные фотографии, и будет казаться, что весь мир – это глобус свадебной фотографии. Да, если вы будете добавлять, например, девушек... Не замужних девушек. Да, девушек, можно замужних, они же могут развестись, концентратор, второй раз выйти замуж, все-таки бывает. Да, ну, они могут жить счастливо, потом взять, и, знаете, некоторые девушки ставят статус замужем, а на самом деле они пребывают в гражданском браке, это такие потенциальные клиенты. Да, а вот у их юноши статус, например, там, все сложно, будет интересно наблюдать. Ну, то есть, расширять коммуникации и улучшать коммуникации, потому что, на самом деле, опять же, физически мы можем контактировать с ограниченным количеством людей, ну, иначе, с ума можно сойти, да, ну, и качество вообще не улучшается. Например, я просто прослеживала, сколько людей могут посмотреть единоразово мой пост какой-то отдельно взятый, вот это исчисляется сотнями, соответственно, это получается, что сразу мои коммуникации умножаются на сотни. Естественно, статистически шансов, как бы, получить клиента гораздо больше. Причем, учитывая, что хороших фотографов сейчас, к счастью, очень много, да, то фактор личного отношения к тебе, он же выходит на первый план. То есть, вот, как бы, есть там 10 хороших фотографов, а Катя, вот вид, еще и человек интересный, такой позитивный, да, вот, то есть, ну, опять же, или это, там, не знаю, Вася Путкин еще, такой веселый, такой прикольный, обаятельный, и отзывы о нем хорошие, да, и фоточки у него классные. Я вам хочу сказать, что поскольку в большинстве случаев, не во всех, но в большинстве случаев клиенты все-таки не эксперты в нашем продукте, коммуникации часто выходят на первое место, а уже качество нашего продукта, к сожалению или к счастью, на второе. Такое бывает, ну, наверное, нормально, в общем-то, я вот честно скажу, я не эксперт в свадебном видео, мне, наверное, легко было бы что-то такое продать, или, как даже говорят, напарить, если какой-нибудь обаятельный оператор мне красиво расскажет, как это будет круто. Операторов хороших тоже много, но вы мне рассказали про Инстаграм, но вот все-таки, да, вот этот новый громадный робот, часть Фейсбука, как бы, как там вообще все обстоит. Я вижу много красивых картинок, но как вот коммерция оттуда приходит? Коммерция оттуда приходит достаточно интересными путями. Дело в том, что в Инстаграм, во-первых, статистически женщин вообще больше, чем в любой другой социальной сети, во-вторых, там, в силу многих причин, в которые я не хочу сейчас углубляться, достаточно много тех, кого мы называем VIP-сегментом, а также таких крепких средняков, то есть людей встретились среднего класса. Конечно, там есть определенные контингенты школьников с телефонами, но есть, в общем-то, везде, наверное, кроме одноклассников. Соответственно, эта аудитория, она, что о ней нужно знать? Она достаточно избалована. Кстати, там вообще работают интересные штуки. Вот в Инстаграм хорошо чувствуют девочки, потому что все-таки женская сеть, иногда мужская суровая логика, она может разрушиться. Вообще, я честно скажу, я вот не могу вам искренне посоветовать самому внедряться в Инстаграм уже, потому что это всегда разрушено. Я сама, ну, я не очень такая мимишная девушка, мне иногда происходящее в Инстаграм окрушивает мозг. Мне надо потом восстанавливаться. У меня там тела вижу. Вот я там советую, взгляд, вот, возможно, если вот есть рядом жена-подруга, вот, которая это интересна, вот такие вот женщины иногда удивительно хорошо чувствуют, как вот нравятся другим, как вот именно эти женские темы прослеживают. Там очень хорошо идет тема лайфстайла интересная. Если у вас интересная достаточно жизнь, вы там много путешествуете, у вас там что-то интересное происходит, люди к вам тянутся. То есть любят такой продающий лайфстайл. По сути, если у вас что-то происходит такое интересненькое, там, ну, почему медийные персоны очень любят Инстаграм, они там на концерты ездят, путешествуют. Вот я могу сказать, когда я активно гастролировала, у меня Инстаграм пользовался гораздо большим спросом. То есть на самом деле просто фотографии, они не так интересны. Интересны, когда у тебя какая-то движуха в жизни, ты можешь о ней коротко, коротко, в чьи-то формат, но вкусно и красиво рассказать. Да, Рабжа, еще Инстаграм называют «Квастаграм». Это привлекает к вам людей, да? Да, привлекает людей. Людям почему-то очень нравится проживать чужую жизнь. Для меня это тоже загадка, но это работает, да. Я бы вообще, честно, лично я бы вообще в социальных сетях не сидела. Если бы я не получала определенный доход. Мне вот моего личного времени жалко. Я бы там не подхожу очень цинично, и вам ориентирую на то же самое. Скажите, как надо работать? Второй момент. В Инстаграм действительно очень круто рулит качественный контент. То есть на самом деле, как ни крути, если вы, откровенно говоря, если вы средний фотограф, вы можете найти клиентов в Одноклассниках по ВКонтакте. То есть да, но Инстаграм, они очень избалованы, там действительно нужно делать офигенные фотки или офигенные видео. Нарезать, кстати, видео у меня в ленте, я видела новостное видео, действительно профессиональное видео, по 15 секунд нарезают, вставляют, в принципе, даже буквально по 3-5 секунд. Знаете, как для стоков такое, по сути, один план какой-то там, но красивенький видеограф, вставляют. Это достаточно красиво. И еще, вот Инстаграм, тут надо тоже активно расширять аудиторию, они, к сожалению, безумно будут общаться. То есть тоже лайкать, писать комментарии, особенно целевой аудитории. То есть это, кстати, следующий слайд хотела, про дополнительные руки. Я начинала выступление с того, что социальные сети действительно становятся профессиональной системой, и систему нужно поддерживать. К сожалению, очень много рутины, которая отвлекает творческие задачи. Это факт. Поэтому я вообще рекомендую думать о каком-то аутсортинике, потому что на самом деле сейчас происходит очень много всего интересного. Например, рабочая сила, как ни крути, но сильно подешевела. Я это знаю, потому что я нанимала людей, и, в принципе, за небольшие деньги можно найти человека, который примет часть этого головняка на себя, и у вас будет время для занятия творчеством, для выполнения, собственно, своей работы, потому что наше время, как ни крути, стоит достаточно дорого. А в целом время работы на работе в Украине стоит, к сожалению, уже, наверное, как в Африке. То есть 100-150 долларов в месяц. Но я могу сказать, что у нас был помощник, который наполнял нашу группу контентом. Он наполнял мою группу контентом, он там еще иногда сидел на моем аккаунте, отвечал на сообщения, потому что, знаете, чем успешнее в социальных сетях, тем больше на вас обрушивается сообщений. Это уже получается, как нужен секретарь, который бы иногда что-то там отвечал, потому что, ну, к сожалению, нужно очень быстро реагировать. Бывает, что люди перегорают. Вот они сейчас что-то увидели, загорелись, вот они хотят вам денег дать, а вы заняты. Пока вы там сообразите, что им надо, пришли со съемки, отоспались, утром проснулись, потянулись, ответили, они уже кому-то другому денег дали. Есть такой момент, тут надо немножко цинично подходить к вопросу. Хорошо, когда там все преданные, когда все вас, именно вас хотят и готовы ждать. Такие люди тоже есть, но чаще у человека какой-то порыв, он хочет сейчас отдать денег, если вы сейчас, ну, как, не примете какую-то заявку, то потом уже, вот мы сейчас недавно слили такой проект, потому что нам всем было лень заниматься обработкой заявок, в итоге, сначала все очень хотели, а потом все как-то слились, и в итоге, ну, понимаем, что денег мы чуть-чуть не дозарабатываем. Ну, а что? Ну, я сказала, сами виноваты, вот, помощница, делаем сами виноваты, надо было как-то энергичней, ну, вот, общаться, энергичнее эти заявки принимать. Поэтому я вообще рекомендую, действительно, думать об аутсортинге, это может стоить совсем недорого, вот у нас мальчик наполняет группу контентом, он это делает за 25 долларов в месяц. То есть я, мне это вообще не волнуйся, я иногда захожу, думаю, блин, где он столько всего интересного находит. Дайте нам. Что? Дайте нам. Что дать? Мальчик. Мальчик. Дайте мальчика? Ну, я не знаю, как бы, готов ли он, я не знаю, чем он еще занимается, потому что он уже так достаточно загружен, в принципе, он, потом я думаю, что он за такие деньги сейчас только с нами работает, но в целом, это не так уж дорого. У меня даже, я даже договорилась, договорилась с двумя людьми, которые там готовы были очень большой объем по социальным сетям на себя взять, на входе до переписки за 50 долларов в месяц. Но мой напарник сказал, нет, мы на это пойти не можем, ну, я как-то не настояла, жалко, потому что, в принципе, вот, когда кто-то занимается рутиной, это очень здорово. Вот у меня есть коллега, она тоже получает где-то половину клиентов из ВКонтакте, вот исключительно из ВКонтакте, еще половину у нее 40. Она не фотограф, она визажист, достаточно хороший, знаменитый достаточно, вот она, она просто, она просто умирает от объема переписки. То есть она успешна, а как показать успешность, у нее очень много заявок, каких-то запросов на обучение, на визаж, и она каждый вечер приходит, начинает разгребать эти письма, и она начинает ненавидеть деньги клиентов и продажи. Ну, вот, это одна из темных сторон успеха в социальных сетях, когда ты постоянно на виду, когда тебя постоянно о чем-то спрашивают. Я рекомендую, ну, наименькости, помощника, который будет зарядки обрабатывать, потому что ты перегоришь, а у нее жаба, а у тебя жалко. Но она когда-нибудь, я же говорю, она когда-нибудь доведет себя до состояния такой тотальной мизантропии, когда ты вообще ненавидишь людей, социальные сети, то, чем ты занимаешься, или вообще уйдешь в монастырь. То есть я вот... У меня тоже такие... Да, но это это пока не началось, то есть сразу думать в направлении определенного аутсортинга. Лучше обучить людей работать с сервисами, чем обучаться самим, потому что даже там тот же там день в неделю или в месяц нужно выделить. Ну, я вот честно скажу, когда у нас появился специально обученный человек, мне стало сильно веселее жить, когда он там начал наполнять контентом группы. А еще когда он отвечал на мои сообщения, когда я в отпуске, где-то он мне там договаривается о встречах, даже медоплаты принимал из-за многородних. Ну, там я просто скриптик написала, тоже закрытый, что отвечает на этот вопрос, что на тот, то есть он как и поистине отвечал. Если вы думаете, что это очень интеллектуальная работа, вы сами знаете все заявки типовые, там 5-6 типов запросов, которые надо обрабатывать. Он спрашивает, сделал вопросы там, сколько гостей на свадьбе, сколько времени нужен фотограф, то все пятое-десятое. Если им дорого, на какую сумму рассчитывают, если они отвечают, они сливаются, кого можно порекомендовать. Ну, такой вот скриптик был очень интересный. Он был очень хорошо работать. Потом, правда, мы с ним сильно поссорились. Вот. он себе неправильно болел, я его уволила. Ну, это тоже так. Больше неожиданно. работать с персоналом. Это неизбежно. Да, что хотела сказать. Да, еще такой момент есть, грамотная система работы в социальных сетях, она строится на нескольких таких китах. То есть, есть наш основной аккаунт, где мы умные, красивые, талантливые. Есть какие-то наши группы. Группы могут быть, ну, собственно, самые банальные, там, свадебный видеограф Чернигов, да, допустим, или может быть какая-то группа, допустим, общетематическая. Это, кстати, вообще очень круто, иметь какие-то такие популярные, развитые, общетематические ресурсы, потому что люди постоянно к ним тянутся и получается все время новая аудитория. Мы понимаем, что свадебный клиент, у него есть такой большой недостаток, он, в принципе, одноразовный. Ну, то есть, в большинстве случаев люди поженились, и все. Ну, в целом, как клиенты уже все, они себя уже... Развешусь ли вторая свадьба? Ну, да, я говорю, там, поставим клиентам скидка, да, но в целом немножко в этом плане семейный фотограф. Нет, потом дети, дети, школа и далее. Вы знаете, ну, это не, мне кажется, это не очень. Я общалась как-то с коллегами из Питера, вот они сказали, что, и подтвердили мои предположения, что если ты один работаешь или очень небольшой компанией, то это нерентабельно, потому что все хотят на выходные, да? Да, конечно. А получается, что тебе однозначно выгоднее взять еще одну свадьбу, чем размениваться на какой-то на детский день рождения, там, какой-то там двухчасовой репортаж и так далее. То есть ты осознанно отказываешься от клиентов. Если студия, конечно, да, можно усвоить все вот это. Ну, студия всегда лучше усваивает ресурсы, чем отдельно взятая боевая единица. Но получается, что действительно ты уже такие заказы берешь, если у тебя нет свадьбы. Поэтому семейному фотографу по этому плану очень хорошо. У него, ему задача сформировать у себя 50-60 постоянных клиентов и обслуживать их там каждого там 2-3 раза в течение года и он будет счастлив и богат. У нас чуть-чуть другая ситуация, поэтому у нас зачастую наши вот эти группы свадебный фотограф, свадебный видеограф, мы тратим время, чтобы людей привлечь, а потом-то они замуж вышли и все, ему же это все неинтересно. Поэтому хорошо иметь какой-то вот... Я замечала, что многие с нами коллеги, кто понял фишку, они разливают именно какие-то ресурсы, проекты, там, допустим, которые интересны девушкам, какие-то паблики с женской тематикой, потому что туда девушке постоянно как бы идет поток свежей крови и уже этим новым людям всегда нужно предложить свадебку поснимать и так далее. И так вот, еще момент, что нужно следить за разными ресурсами, это довольно хлопотно. Например, вот у нас была встреча на Фейсбуке по этому мероприятию, мы все получали обновления, да, какие-то... вот я, например, на какой-то проект каждый тоже создаю встречу обычно во ВКонтакте, вот, и, естественно, люди где угодно оставляют комментарии, где угодно спрашивают, что почем, где угодно спрашивают, как можно записаться, где угодно задают разные вопросы. И хорошо, если в личку пишут, это самое удобное. Если они начинают писать хаотично, то за этим тоже, в принципе, нужно следить. Мы, собственно, тот проект слили, именно вот, о котором я говорила, потому что там все писали в мероприятии, в личку почему-то никто не писал. И мы так думаем, что там денег не дают, а просто смотрим, там мероприятий было около 12 запросов какие-то, а мы их просто не обработали, что называется слили. Ну, если бы написали в личку, мы бы, конечно, увидели. Поэтому, к сожалению, это действительно, ну, за этим надо присматривать, поэтому я вообще, ну, как бы, я советую, если мы ориентированы так серьезно получить большое количество клиентов, то есть половину ваших потребностей закрывать с помощью социальной сети или все, это вполне реально, то сразу же думать и об определенном аутсорте. Можно, кстати, нанимать людей на один рабочий день в бюджет, вполне, то есть у меня никто уже на полную ставку не работает, у меня там есть, например, загрузка 2 рабочих дня в неделю, у меня недавно работала девочка в сезон, когда я ничего не успевала, потом я ее так уволила, потому что, собственно, сейчас уже все успевает, сейчас уже меньше на плане работы, вот, если надо будет еще раз найму, она у меня работала 2 дня в неделю, и за компьютером, и также курьером у меня подрабатывала, но это уже другая, это уже другая тема по поводу управления персоналом, тоже очень интересная. Какие еще есть вопросы? Ну, вот, все-таки вы можете про Инстаграм, да, я аудиторию, хорошо, но вот давайте вы отдельно поговорите, хорошо? Не, ну почему? А что, уже время, да? Да. А, ну это индивидуальный вопрос. Хорошо, ну ладно. Мне казалось, что меньше вычастков. Вычасток, да? Потому что там новый.